и немножко пропала совсем немножко свалилась упала разбила геральта поэтому надо пустить как-то комнату но вряд ли записки профессора сегизмунда глагера археологически тут изыскания беспокоен присутствие видимо окажу вторую первую встречу в замке драхим он произвел на меня весьма негативное впечатление здесь во мраке подземелья и сверху его присутствие приводит меня в дрожь и он потребовал все заметки которые мы нашли в развалинах эльфийской оружие похоже ведьма к самого начала действовал по заказу принца адриана не удивлюсь и сейчас замки драхим они месси обмывают успешное воплощение своего плана я вас не верю но если все таки то вы существуете боги все такого существует помогите мне значит древности снаряжение школы кота да нам надо с верным рожей поговорить в лагере нам нужно вытаскивать лютика точно я же это задание выполняла так ну чё там у нас ничего мы нашли толкового пробить и доспеха вообще-то так шанс вызвать отравление кровотечения пойдем наверх все верно нам поговорить так на задание значит с вами выполняем с лютиком все таки охота за младшим дом с привидениями седьмого уровня да ладно надо уже выполнить это задание какой-то слонясь по новоградским улицам гераль заметил любопытную записку не говорил что некто енкера продал дом с привидением то есть тот дом которым сара милый проказливая прибожек жила и играла и содержание записки следовало что новому хозяину проделки сары пришлось не по вкусу гердыш выяснить как дела у прибожка основы этой сары заниматься да просто вот эти вот задания которые вообще-то всему уровню надо их выполнять быстрее давайте проведаем прибожка сару вообще хотел сюда добежать посмотреть что за поселение тут такое вот вам а я ненаглядная где-то моя родная подавая ну ты куда провалилась вот папа зовет погоди плотва что такое тут геральт что это за башня такая что это за поселение крепость разрушены на река не бандиты обитают а нет что-то все померли сгорели ли что с ним случилось очередное проклятие на здесь какие-нибудь трупоеды правом чувствую что мы залезли не туда это старая комиссия наверняка здесь кто-то живет может быть какое-то убежище кому-то здесь вот эти вот полки книжные осматривает тоже там ни разу не было что-то прямо важному сухофрукты мы там собираем степлюки собирались напрягают что тут у нас наверху надо с той стороны подняться наверх так вот это мы с тобой там виверна или кто это драконоид какой-то наверное гнездо должна быть наверху а да нет из косточки яиц нету цепляйся нет никого только кости я вижу она налетает нужно нам его убивать нет быстрый спуск как я обычно говорю так ничего вроде да нет это так что мы осмотрели ничего не светится ничего важного нет ничего важного нет то ну тогда ладно значит такие места не знаю какие то бессмысленные получается что не прошли мимо то кто бандит место курирует да прямо на кулуках да я а меч достать из чехла не судьба ну ты вообще Ну, ты вообще... Рябушка, проблемы какие-то. Опять квестов. Хрена, я больше выросла. Так, мы отсюда. Тогда у Сары узнаем, как дела. Дело-то у нас не про ворот. Редактор субтитров А.Семкин Так, мы теперь к Саре убираем отметину. Идем по цели. Вдруг он. Тот самый почтальон. Не знаю, не думаю, что мы вернемся сюда. Но как-то странно было ее здесь оставлять. Только если не дергать. Если не дергать, косы не получится. Тогда я не хочу. За ней присматривает. Ведьмак! Ведьмак! Карина! Посмотри, кто пришел! Я не знал, что вы теперь живете вместе. Когда ты сказал, что мои кошмары наслала Сара, я решила проверить, так ли страшен дьявол, как его молюют. Пришла сюда, а здесь никакой не дьявол, а наша маленькая Сара. И не знаю почему, но мы сразу друг другу поняли. Мне нравится Карина. Все, я выбираю Карину. Люди начали строить города, чтобы отгородиться от мира полного чудовища. Они так никогда и не избавились от страха перед созданиями, которые могут скрываться по ту сторону каменных стен. Ведь на самом деле, не стены дают людям ощущение безопасности. Мне Карина нравится. Дом. Это вовсе не то место, где можно закрыться на ключ. Чтобы найти настоящий дом, иногда приходится пройти долгий путь. Дом в душе находится у человека. Когда вы приходите к безусловной любви, тогда где бы вы ни находились, везде будет дом. А так, конечно, эту любовь можно распространять на все, что вы делаете. В том числе и строить дом с этим же чувством. Я не говорю, что обязательно нужно быть вместе с каким-то человеком. Но мужчине сложно открыть свое сердце без женщины. А вот женщине ей можно открыть свое сердце без мужчины. То есть она внутри может чувствовать любовь. Но ее эта любовь будет переполнять. Там уже как бы другое. То есть в любом случае мужчина и женщина тянутся друг к другу. Для того, чтобы почувствовать то, для чего они родились. И вернуться к своей душе. То, что вы ощущали в детстве, вы уже не помните, когда были младенцем. Так. Здесь опять какие-то у нас ребусы. Карина. Гераль, ну этих. Енифер. Это прошлое. Если у тебя так все не складывается с этой женщиной. Не любит она тебя. Крис, ты не любишь. Карина мне понравилась. Такой выбор. Прекрасная женщина. Мне нравится ее энергетика. Так. Ну ладно, пойдем. Что там нам на задание? Нет, меня слушать не хочет. Кого я была предложена? На улице, что ли? А почему, а почему все? Мы проверили, все в порядке, по-моему. Опять. Так быстро мы выполнили. Никаких проблем нет. Проблем у нового хозяина. Никаких проблем у нее нет. Раз какая честь. У нас здесь есть девятого уровня задания. Ну здесь много заданий. А верно на нас. Двенадцатый. Ну тоже в принципе нужно это все выполнять. Это все у нас складывается в долгий ящик. Пока я сел и у меня нормальное настроение. Но все хорошо. Нужно пройти побольше и записать это все. Так, воровская честь у нас задание. Нужно получить у короля нищих награду за освобождение Рико. Не лезь ты ему под меч. Мне нужен этот. Яд. 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 Повешенного. Ты не успеешь сказать ни слова. Вот просто ни слова. Вы не понимаете с чем вы имеете дело, ребятки. Пока вы там сидите в своих раковинах. Думаете, что вы с мечом тут все сделаете, все решите. Есть вещи, которые выше вас намного. Я вас не трогаю только потому, что они выше. Но их задирать не нужно. Этих созданий. Эти души. Хочешь? Чего бы за сотой. Так, а нам теперь куда? Почему так получилось вообще, что я не могу найти дорогу туда? Вообще войти-то все. Вообще войти-то все. Хочешь бы заработать? Хочешь бы заработать? Некоторый раз я уже сюда прихожу. Или это уже другое место? Так. Опять не туда я попала. Опять не туда я попала. Опять не туда я попала. как уже кто-то пойти-то. Где тут еще проход? Уже со всех сторон обошла. Это двор. О, может быть, нам как-то залезть наверх, надеюсь. Сейчас попробуем плачеть у короля нищих Граду за освобождение Риква. Посмотрим, как он ценит своих людей. Может, только перед нами выделываться будет. Так, может, не особо бы и заплатил кому-то другому. Геральт умеет вести переговоры. Тем более, он нас знает. Ну что ж, записываемся дальше. Сделали небольшой перерывчик. Так, мы искали дорогу короля нищих, а король нищих, мы знаем, как туда пройти, что-то я. Ну, здесь вот проход. Что-то я долго, конечно. Здесь бегала, забыла совсем. Потому что проход-то вот где. Не знаю, мне кажется, чисто из-за уважения к себе, видимо, как-то не заплатила. Так, кстати, мы в прошлый раз еще хотели осмотреться здесь. Когда мы здесь три встретили, нам не удалось осмотреться здесь. люди, конечно, спящие здесь все. Как зомби ходят днем в пудрёме. Кто под алкогольным опьянением, кто так в своих заботах и проблемах. так, а что у нас наверху? не шали, Геральт. Так, в эту комнату нам, да? Так, а как... А, внизу. А, вот, нам к нему. Отъявись! Да. Ты работаешь с чародейми? Это мы спрашивали у него, да? Сейчас тут работаешь с чародейми. Ты страшно любопытен. Присматриваешь работу для себя? Нет. Просто я представляю, что такое чародей и знаю, что руки они пачкать не любят. Ты плохо их знаешь. Затравленный и голодный чародей идёт на всё, как и любой другой человек. Ни от какой работы не отказывается, и цену не заламывает. Новиград — город возможностей. У тебя есть все шансы этим воспользоваться. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рико попался как... Ребёнок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Всё-таки ценят репутацию. Всё-таки ему нужна. Несмотря на то, что я думаю, что он их держит в тяжёлых рукавицах. Всё равно даже такие... Бандюганы последние тоже могут съехать с катушки. Он это понимает. Какими бы отбросами он их не считал. Поэтому кнут и пряник нужен. Кнут и пряник. Авторитет. И... Чтобы они видели, что он всё-таки может за них прячься. Ну, конечно, у всех разная политика. Наверное, как увидели, что всё-таки... Может быть, так поддерживается визуально, что всё-таки... как-то... ценят своих людей. Так, верно. На Роше. Так, квест мы сдали. Теперь давайте... Какой квест? Дополнительное задание у нас.